Вторая минута всего лишь Да, конечно, да, конечно, Максим Федотов 0-1 большинство, и сразу же сборная играет в полном составе Ну, понятно, что это молодежная сборная, к тому же Ю-23 Ребята помоложе, сочинцы все-таки постарше и по возрасту, и, ну, по опыту, естественно, да Поэтому я думаю, что будет преимущество, наверное, сочинской команды Хотя посмотрим Знаете, ведь молодые ребята тоже Так, для себя сейчас подпишу, что это 2-0 Очень много, конечно, знакомых фамилий А Максим Федотов вторую очку зарабатывает Ну, вот видите, как Максим Федотов Ну, понятно, да, Максим Федотов, я думаю, болельщики прекрасно знают Что он перешел из системы СКА В Сочи, причем вместе со своим братом младшим Илья Федотов Вы знаете, вот перед матчем Я когда там составы Уточнял составы команд Я видел, как Илья попала Да, хорошая была возможность для молодежки Отличиться, забросить первую шайбу И еще минуту, минуту играть втроем в сочинской команде Передача! Вот это да! Вот это был момент! Невероятно! Нам бы повтор Вот смотрите Отлично, кстати, разыграли Синяткин бросал в упор И попал прямо во вратаря Мостю согласен Итак, по-прежнему большинство 5 на 3 Имеет молодежная сборная Нет, не Тулинов Вот он меня поправляет В чате Нет, Тулинов Еще я по прошлому году знаю Тулинов дебютировал В Сочи Как раз вот на турнире Пучкова Надо же вот так Опять штанга! Опять штанга! Ничего себе везет-то как в сочинской команде Хотя, наверное, будет сейчас Видеопросмотр А в сайда нет Можно играть Я думаю, если будет остановка, то Так Это вот В пользу сочинской команды Достаточно Достаточно Иван Демидов! Да-да-да-да! И от которого я уже видел в чате Кто-то ему сегодня прогнозирует Даже хэт-трик Может быть Может быть И мы имеем возможность На Ивана Демидова посмотреть Егор Шиховцов СКА Дмитрий Уткин Сочи Семен Синяткин СКА Владислав Романов СКА Егор Зелен СКА Григорий Кузьмин СКА Магомед Широканов Динамо Москва Глеб Петров АКМ Кирилл Танков СКА Иван Кузьмин Вот однофамилец появился Очередная атака А вы знаете так Выправляет потихоньку Молодежка-то, да? Уже нет такого превосходства Как это было в самом начале Первого периода Отличная бросовка И отлично Брошенные шайбы Так, тут Жестко играет Кстати, да Вот молодежка-то молодежка Там таких ребят Здоровых очень много С хорошим весом Ну я уже составы смотрел Самые И вот Иван Демидов Как я не могу привыкнуть Что он без маски Ну, историю с маской Я вам уже рассказал Ну и, конечно Хочется, чтобы он Вот именно восстановил Своё Своё мастерство После тяжёлой травмы Очень тяжёлая травма была Минуту ровно Сейчас объявит Последнюю минуту диктор Демидов Старший брат играл Вот на турнире Памяти Дроздецкого За Сканеву Носок Только объявил диктор Хоккейный клуб Сочи играет Так, а там Семён Ибракимов Классно сыграл Так, продолжается Продолжается Атака Видел Николая Бадюкова Спасибо, вы меня поправили Молодёжка Ну вот теперь он Игрок Лады Ну а вообще Он уроженец Санкт-Петербурга И воспитанник СКА И серебряных львов Так что вот у него Такое Петербургское прошлое Можно так сказать Нельзя же Петербуржцам Судить матч Искат Поэтому Болельщики В Петербурге Могут увидеть Своих Петербургских Арбитров Только вот на турнире Пучкова Здесь разрешено Пока равная игра Во втором периоде Согласитесь Лазутин Забросил шайбу Вот как раз Да Романов Романов Лазутин Да И Демидов Вместе с ними играет Так Вот сейчас Прорыв Такой Ну пока Немножко Замешкался Замешкался Шайбой Степан Терехов Капитан Иван Демидов Я уже говорил А капитан Сочи Косок Ну Не поймал В ловушку Заврагин Тем не менее Шайбу-то он Не пропустил И такой навес Нет Шайба не покинула Пределы площадки Ну вот Сочи Да Сочи пытается Что-то придумать Контратака Сборной Нет Не совсем Точная передача И так уже Там Абраменко Оставил Защитнику Восьмая минута Восьмая минута Шайба получает Андрей Никонов Вот кстати Тоже новичок Сочинской команды Вот он-то точно Из Динамо Перешел Из Москвы Понимаю Что ошиблись Сборники В средней зоне Но как Моментально Организовали Контратаку Сочинская команда Трансляция Матча Акбар Скуль-0 Будет 15-0-0 Но так же В интернете Так Не удалось Демидову Перехватить Шайбу Убежать Так И Сочи Сочи Формат-то ведь 5 на 5 Это не большинство Ну давайте Посмотрим Как это получится У сочинской команды Перехват Демидов Не удалось Вывести шайбу В среднюю зону 2-1 Выигрывает Сочинская команда Ну да Там Притаился Там можно сказать Неплохо Неплохо Разыграно И вот еще Один выход От Демидов Ушла Шайба с крюка Обидно конечно Уже собирался Бросать Ну Не получилось Не получилось Так Очередная Контратака Ну 3 в 2 Не получится Но выход Демидов Демидов Вот уже Дубль Ну вот это Так обыгрывает Иван Демидов Да Безусловно Как быстро Уже Обыграл Знаете Как Как технично Обыграл Вроде бы 3 в 3 Была атака Но там Классная Передача Была Ну и Демидов Ну естественно Поздравление От партнеров Смотрите Вот эта Передача Прошла А я вам Говорил Лазутин И Демидов Ну и с ними же Еще и Романов Они друг друга Вот буквально С закрытыми глазами Чувствуют Столько вместе Играли Такая Произошла Ситуация 3 с половиной Минуты Остается играть Во втором Периоде Да Этот период Сборники Выиграют 3-0 Представляете 3-0 Демидов Хорошая Передача Романов Я еще Не могу К этим номерам Привыкнуть Я привык У Невы 88-й Лазутин 98-й Романов А вот момент Ну Красиво Хотел Забросить Шайбу Я понимаю Это Игорь Швырев Ну Может быть Знаете Если бы он Чисто выходил На один на один Может быть У него бы это И получилось Ясно Имели право Так Либо дать 2 Либо дать 5 плюс 20 И они Всегда очень Долго решали Не могли Принять решение Вроде бы 2 мало А 5 плюс 20 Много И вот им дали Такой промежуточный Вариант 5 минут Штраф Это большой штраф Вот Именно такой Большой штраф Получил Михаил Криштов В 2024 Меня второй раз спрашивают Был ли Никишин на предсезонке По-моему был СКА в этом году Не принимал Участие В сочинском Турнире Ну Знаете В начале Августа Обычно Сочинский Турнир В этом А вы знаете Сегодня у нас же 22 Завтра Тимуру Колу Исполнится 18 лет Вот именно Завтра Так что Ну Еще раз Я повторю Эту историю С Иваном Демидовым Который После дня Рождения 18-летия Снял Полную маску Надел Визор И у него Перестало Игра пропала Вот в чем дело Ну Посмотрим Как это сделает Тимур Кол Частенько Вот знаете Если во время Турнира Исполняется 18 лет То игрок Не снимает Маску До окончания Турнира Бросал Ох Это Романов Уже бросал Это его точка Вот он любит Спор Это Егорский Колледж Интернат Олимпийского резерва Вот как Расшифровывается Эта аббревиатура Ну А потом Мамонту Игры Соответственно А и он Принимал Участие В юношеской Олимпиаде Ну вот Так Ну да Он спал Так же За игру Так что Есть у него Конечно Опыт Хороший Так Вот тут Ну Спрашивает Меня Дадут ли Демидову Поиграть Нормально Передать Ездом А все От него Зависит Все Сами Понимаете Вскак Какая сумасшедшая Тришин Теперь играет За Сочи Вот момент Сейчас Ну еще Это приобретение Андрей Тихонов Соборный Так Нет Нет Опять Не получается Закрепиться В чужой зоне Демидов Демидов Индивидуально Может обыграть Пожалуйста Хоть троих Своим партнером Мощная пара Такая Знаете Высокие Ребята Ибрагимов Икоромыслов Да Оба 192 Сантиметра Нормально Тогда Так Ну вот Сейчас У Демидова Шайбу Отобрали 4 в 3 Вот такая Атака Здорово Карамыслов Корпус Поставил Вы знаете Карамыслов Конечно Добавил Физически Здорово Вот за последние Буквально 2 года Бросок Федотов Еще бросок Да Вот этот момент Ну здорово Смотрите Как Ибрагимов Помог Своему Вратарю А Синяткин Так ловко Ушел От этого Силового Приема Ну они Еще в прошлом Году Вместе Играли Синяткин В главной Команде Поиграл И в конце Сезона Его перевели В молодежку Капитаном Даже он там Назначен Был Я имею ввиду В СКА 19-46 Но по возрасту Имел право Ну и конечно Там давайте Отметим Что Синяткин Здорово Помог Молодежке Он и Неве Помогал В главной Команде Пока у Синяткина Не очень Хорошо Получается Так Тут чуть Было Романов Не перехватил Шайбу Так Это Тимашов Криштов Вот так же Даже с вратарем Так У нас Один Защитник Шараканов И четыре Форварда Так И четыре Форварда Это вот Тройка Лазутина Давайте Ее так Назовем Лазутин Романов Демидов И туда Добавился Еще Синяткин Перехват Ну Понятно Что там Не будет Угрожать Корягин Воротам Вот просто Так Знаете Задача Подтянуть Время Ну И пока Сборники Не могут В зону Войти Синяткин Индивидуально Демидов Да И вот Романов Вот на своей Излюбленной Позиции За воротами Ну Романову Тут сложно Было Как-то Бросать Так Чья Шайба Будет Ну Прижимать Нельзя Понятно По правилам Шараканов Демидов Красиво Обыгрывает Под коньки Но Одного Обыграла Второго Не получилось И вот Смотрите Может Соктаку Сочи Провести Передачу Надо Сделать Попов Бросок И Спасает Заврагин Положение Вот Какая Атака В меньшинстве Была У Сочинской Сейчас Команды Вот Знаете Иван Демидов Посмотрим Он Может Забить Нет Смотрите Иванов Его знает Тоже Хорошо Все его Повар Ну да Он Прошлый сезон Не играл Но Они же Там Пересекались На тренировках Тоже Тоже Продолжение следует...